Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, что у нас серьезный оппонент, но тем не менее мы с максимально серьезностью подходим. Сейчас не буду говорить даже про раму, говорю про завтрашнюю, в которой мы стараемся максимально хорошо подойти подготовленными и добиться положительного резонта. Мы имеем небольшой объем информации о DimaTorzok Большая часть, конечно же, это информация из того чемпионата. Я понимаю, что произошли изменения Фреймска, Флаты и ряд футболистов покинули команду, но у нас есть информация уже по, скажем так, Динамо Тбилиси образца буквально последнего месяца. И я скажу, что мне нравится игра Динамо Тбилиси, мне нравится тот скид, который приглашает главный тренер. Я думаю, вот насчет предположений, вот я одно могу сказать, что почти мы верим в том, что завтра будет для зрителей интересный футбол. Вот это то, что бы хотелось сказать, потому что вот так представляете себе, как действует Динамо, как играем мы, то я думаю, что на фоле будет достаточно серьезный и интересный. У меня вопрос к тренеру, мне интересно, вы являетесь в футбольном клубе Кабава, новым тренером, вы недавно приступили в клуб как тренер. И как произошла адаптация, и как вы думаете, в первом квалификационном этапе это не будет действовать на команду, и у вас была не смогли интегрироваться с командой? Знаете, у нас уже начался второй круг этой интеграции или такого процесса. Потому что, ну, я, мне уже так как-то, вот по ощущениям, мне кажется, все очень давно в клубе Кабава, и мы уже с командой проделали большой путь. Мы уже, скажем так, и построили игру, и добились уже целого ряда побед. Но у нас произошла в конце сезона большая ротация, у нас уже много футболистов, и пришло целый ряд новых футболистов. То есть команда обновлена. И сейчас, ну, я думаю, что какой-то есть предмет разговора о том, что, насколько я в команде, потому что мы сейчас вот с этими новыми футболистами, мы вместе должны за короткое время вот как раз и сделать шаги на то, чтобы мы играли в нашем стиле, в том, в котором мы хотим. И я понимаю, что времени у нас, ну, слишком мало, потому что у нас завтра выйдут на поле, возможно, один-два футболиста, которые, ну, вообще, четыре дня в формате. Но, тем не менее, я думаю, что мы проделали уже серьезную работу как раз, знаете, по организации. И думаю, что мы сейчас будем выглядеть хорошо. Действительно, я повторяю, что новые игроки приходят, и они совсем не имеют времени на то, чтобы хотя бы сыграть несколько игр, каких-то тренировочных, провести больше тренировочных занятий, чтобы понять то, как мы хотим играть. Это такой достаточно серьезный процесс. Он серьезный и потому, и сложный, что на самом деле организация нашей игры, опять же, она требует глубочайшего понимания деталей. И тут очень много информации, информации, которую в футболист должен понять и изучить многие вещи. Но нам немножко попроще, потому что все-таки к нам пришли футболисты, в основном опытные футболисты, которые поиграли. И я не то, что надеюсь, я вот даже уверен, что этот процесс вот такой будет проходить у нас очень быстро. Опять же, предполагать, как он будет уже завтра, нам сложно. Но как бы на завтрашний день для нас самая главная задача – это результат. И это ставится в голову в углах, потому что мы понимаем, что добиться результата нам нужно уже завтра. А свою игру сделать идеальной, какой мы хотим сделать, на это у нас еще будет время. Потому что, возможно, сама игра, качество игры завтра, она будет еще не в таком виде, как мы себе ее представляем наилучшим, скажем так, образцем. Но завтра будет важный результат. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Мы все сконцентрированы на том, чтобы завтра, именно завтра, я сказал даже не в раунде, а конкретно в завтрашней игре добиться положительного результата. Дальше наши цели, конечно, у нас цели амбициозные, но о них нет смысла сейчас говорить и обсуждать, потому что, опять же, мы понимаем, чтобы решить наши большие цели, мы идем шаг за шагом. Завтра нужно сделать первый, очень важный и очень сложный шаг. Вопрос в продолжение вопроса по составу новым игрокам и гранстерам. Хотел бы узнать, в этом месте, что он взяли в 10 новых игроков. С этими 10 новыми игроками, насколько сильно изменится стиль игры Габалет? То есть, мы этих игроков брали по стиль, который мы прошли, или будете выстраивать новую систему? Это интересный такой вопрос, и я вам отвечаю таким образом, что само собой разумеется, что стиль не может меняться. И игроков, которых мы приглашали, мы понимали, что эти игроки обладают характеристиками, которые способны позволить нам реализовать этот стиль. И наша цель или наше направление вообще развития клуба таково, что первый пункт – это сама игра. Наши владельцы, наши руководители, они хотят видеть футбол интересным. И это есть наша главная задача, и потому все приобретения, конечно, они не могли идти, скажем так, не в соответствии с нашими целями. Поэтому вопрос – да, эти игроки будут играть в том стиле, который у нас уже был виден в той весенней части чемпионата. Вы пособенно отвечаете, потому что обратно, что не говоря, если вы в нашей цели говорите, это первое, это говорит о том, что не говоря, собираетесь в колонии, в принципе младшем. То есть мы с другим отец собираетесь в колонии. И второй вопрос – устроит у нас в уливаеме чемпионата? Вы видите, вот так вот рождаются вот эти все штуки такие, да? Вот я еще такого ничего не сказал и не мог даже подумать, а уже звучит вопрос, что завтра Габала собирается играть вторым номером. Какой стать? Если игра на результат, ну, она никак не говорит о том, что это будет второй номер или мы собираемся сидеть в обороне. Игра на результат – да, это, ну, это нечто другое, нечто другое, вот как в нашем понимании. Если я сейчас начну это все объяснять, это будет слишком, слишком долго, и мы потратим очень много времени. Да, то есть я отвечаю, что нет, мы не собираемся играть вторым номером. И пора и часть вопроса – устроит ли нас счет 0-0, да? Нет, нас устроит завтра 5-0 на вашу пользу. 5-0. Слушаем. Вы знаете, вопрос такой, исключающий какие-то домыслы и какие-то еще лишние разговоры. Да, ответ такой, у нас ушло целый ряд, я не знаю, сколько вы уже говорили, 13 футболистов или что-то такое. Ушло. Вы представьте, вот, рассказать о причинах ухода каждого из 13 игроков. Это можно книжку написать, да? Дальше вторая часть вопроса – слухи, да? Ну, мы с вами профессионалы, да? И я как профессионал считаю, что вообще вот здесь, в таком коллективе, да? Слово слухи в нас вообще не должно звучать. Мы должны… Мы взяли футболиста, подписали контракт. Вот сейчас я бы с радостью сказал. Мы взяли футболиста, которого вы называете или другую фамилию. Мы подписали контракт. Я вам официально заявляю, это футболист наш. А слухи? Ну так, мы же не можем здесь собрать не для того, чтобы сейчас слухи обсуждать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!